16 часов показывают студийные часы 7 канала. Как всегда в это время в прямом эфире. Готовы поделиться с вами всем, что знаем к этому часу. Меня зовут Максим Малынов. Доброго дня. У консульства Российской Федерации почтили память Бориса Немцова. Напомню, что ровно два года назад, 27 февраля в Москве, на Большом Москворецком мосту, Немцов был застрелен неизвестными. Убийства связывают с его политической деятельностью, так как Борис Немцов был одним из немногих в России, кто открыто осуждал оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Я добавлю, что подобные акции памяти российского оппозиционера Бориса Немцова сегодня проходят во многих городах Украины. Ведители конкурса на должность замглавы Одесского ГА будут назначены в течение трех недель. Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов. Я в назначении заместителей заинтересован, наверное, больше, чем вы все вместе взяты. Я вам скажу честно. Поэтому максимально короткие сроки, которые возможны, я надеюсь, они будут назначены. Это зависит от времени прохождения спецпроверки. То есть основной вопрос. То, что касается затем согласования уже в кабинете министров и далее моего распоряжения назначения, я думаю, что там оно будет по возможности минимальным. Напомню, что 24 февраля стартовал конкурс на заместителей главы Одесского ГА в первом этапе. Победителями стали Александр Кулешов, Виктор Скрипник, Александр Филатов и Максим Бердник. Сегодня претендентов ждет сразу два этапа конкурса. Им предстоит решить ситуационные задачи, а после пройти собеседование. За два года борьбы с нелегальной торговлей мэрия потратила миллион гривен, и это только на демонтаж. Такую цифру сегодня озвучили на Думской. За указанный период исполком 19 раз голосовал за демонтаж мафов. Всего из 779 объектов было демонтировано 674, что соответствует 87% от общего числа временных сооружений, полежащих к демонтажу. Ну а я лишь добавлю, что меньше всего убирали именно тех самых наливаек, на которые регулярно жалуются одесситы. А весь процесс обошелся бюджету более чем в 1 миллион гривен. В 2015 году 639 800 гривен и такая же сумма за 2016 год. Отдельно хочу отметить, что за отчетный период демонтировано 16 временных сооружений, в которых осуществлялась реализация алкогольных напитков, поступали многочисленные жалобы от жильцов прилегающих домов. С 1 марта возрастут тарифы на электроэнергию для населения. За 1 кВт-час придется платить 90 копеек. Но это если норма потребления в месяц не превышает 100 кВт-час. Ну а в случае потребления свыше этой нормы придется платить 1 гривну 68 копеек. Промышленник потребителей, наоборот, ожидает снижения цен на 1,5%. Так решили в Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Еще одно нововведение коснется газовых платежей. С 1 апреля в квитанциях будут указывать... КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Управила дорожного движения ехал на красный сигнал светофора и пересекал двойную сплошную линию. Аварии удалось избежать только благодаря свидетелям происшествия. Пьяного полицейского догнали на углу улиц Спартаковской и Кордонной. Во время беседы с журналистом правоохранитель даже предлагал ему взятку. На место прибыли патрульные полицейские, провели осмотр своего коллеги на алкотестере. Прибор показал превышение нормы. Ну и дальше немножко статистики. За прошедшие выходные полицейские зафиксировали 19 случаев вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили нам в пресс-службе ведомства. Ну, кроме того, зафиксировали 23 дорожно-транспортных происшествия. А всего выписали около полутысячи постановлений за нарушение правил дорожного движения. На слободке распитие алкогольных напитков закончилось убийством и пожаром. Труп 58-летнего мужчины с рубленными ранами головы и ножевыми ранами на шее обнаружили пожарные при тушении квартиры на улице Никитина. В ходе которой 23-летний сусід нанес вказані телесные ушкоджения сокирою потерпелем и ножевое поранено ножом. В результате чего он пытался скрить следы злочину и подпалил квартиру. В теперешний час вказанной особе сообщили о подозрении вказанного злочину. Данную особу затримали. После гибели пятерых рыбаков в Днестровском лимане и в Одесской области создадут совместные группы для рейдов по водоемам. В них войдут местные чиновники, спасатели и полиция. Главная задача – проводить работу с рыбаками, которые выходят на лед при плюсовой температуре. На таких водоемах также планируют установить предупредительные таблички. Проведено 62 рейды по 581 водному объекту, из которых на 475 установлено ледовое покрытие. В рейдах залучено 348 человек, из них 248 особого склада главного управления. По словам спасателей, они не могут запретить рыбачить на опасных местах. Законодательство не позволяет. Сами же рыбаки со знательностью, увы, не отличаются. В 24-м году, когда прибыли наши подраздели туда, уже три люди плавали на поверхности. В 20 метрах двое рыбалок видали рыбу. Мало того, что подошел катер на воздушную подушку забрать, и они отмолвались. Они карась клюяли. На второй день, в этом же самом месте, где водолазы начали работать, приехали водолазы, рыбаки, 36 человек стоять на том же самом месте и говорят, подождите, что у нас тут клюв. Какая еще необходимая разъяснена работа, когда он приходит, тут работают водолазы, вылавливают тела, которые утонули, и все равно он седает над этой кригою и говорит, что я буду вновь. Десять пустых коробов от пулеметных лент к Калашникову. Такую находку обнаружили измаильские пограничники на пункте пропускарени. Их перевозил рейсовый автобус, следовавший из Софии в Киев. Короба находились в сумке в багажном отделении. Как выяснилось, их вез сам водитель автобуса, как передачу из Болгарии в украинскую столицу. Пограничники находку изъяли. Профессия, которой нет, или как живут телохранители в Украине. В Одессу приехали представители лучших охранных фирм со всей страны. Как сегодня они развиваются и с чем ежедневно приходится сталкиваться, все подробно расскажет Яна Нестеренко. Когда возлетает увоза, она раскрывается, телохранитель может произвести увод охраняемого лица, может его прикрыть до прибытия основных сил. Бронепапка, спецсредства и много оружия. Впервые за последние 10 лет в Одессе собрались телохранители со всей Украины. Суровые, на первый взгляд, и очень крепкие мужчины приехали, чтобы обсудить развитие охранных услуг в стране. Николай Сборщик более 10 лет в этой сфере рассказывает, сегодня спрос на рынке растет, но качество услуг страдает. Сейчас в первую очередь требуются люди интеллектуально развитые, которые имеют аналитическое мышление, которые понимают, что наличие только одного пистолета, оно никак не спасет ситуацию, потому что личная охрана – это, прежде всего, комплекс мероприятий. Сюда входят и спецсредства, индивидуальная защита, сюда входят группы аналитиков, передовые группы. Это комплекс мероприятий, который позволяет минимизировать риски в отношении клиента. Экзотика. Именно так Ксению называют в кругу телохранителей. Здесь она единственная женщина-охранник. Ко всему еще и водитель. До этого девушка жила в Донецке и работала в суде. Говорит, много лет занималась боевыми искусствами и плаванием. Несмотря на стереотипы, не чувствует себя лишней среди мужчин. Все воспринимают как диковинку, можно так сказать. То есть, не серьезно воспринимают? Нет, серьезно воспринимают, но как диковинку. Да, такого в Украине не очень распространено. Личные телохранители, как правило, официально нетрудоустроены. За жизнь так называемого бодигарда ответственности никто не несет. То есть, люди, имея свое личное травматическое, благоствойное или нарезное оружие, выполняют охранные функции, при этом не имея никаких на это юридических оснований. В случае джентльменского соглашения между охраняемой особой и телохранителем, если телохранитель получает болезнь или увечья, никто по закону не должен компенсировать ему этот вред, который ему был нанесен. И тут все будет зависеть от удачи и от настроения охраняемой особы. И несмотря на высокую зарплату телохранителей, эта профессия остается одной из самых опасных. Сегодня охранные компании ищут настоящих, квалифицированных профессионалов. Поэтому время уличных бойцов постепенно уходит в прошлое. Стать хорошим телохранителем может не каждый. Яна Нестеренко, Игорь Казанджи, Седьмой канал. Казацкое или Сотниковское кладбище в Одессе может получить статус национального памятника Украины. Местные активисты обратились в Институт национальной памяти и Министерство культуры с просьбой взять под госохрану уникальное место. Необходимо надати Сотниковскому цвинтеру статус национальной памятки. Потому что, по-перше, чтобы он находился под охраной державы. По-друге, чтобы на него выделялось какие-то финансирования, за счет которого можно было бы привезти я напомню, что Казацкое кладбище находится возле Шкодовой горы. Основатели его основали в 18 веке. И там захоронены казаки-каменщики, которые добывали ракушечник на постройку Одессы. Сегодня уникальное место не охраняется государством. Уже много лет за ним следят активисты. Они несколько раз в год устраивают там генеральную уборку. Следующее анонсируют уже на эту весну. А вот одесские школьники будут сдавать не только внешнее независимое оценивание, но и новые тесты. В 2018 году наша страна впервые присоединится к международной программе PISA. Это крупнейшее исследование качества образования с помощью тестирования знаний 15-летних школьников по всему миру. Подготовка к мониторингу началась уже сейчас. Все подробности далее в сюжете. В Impact Hub Одесса открытая лекция, посвященная международной системе PISA. В зале учителя и руководители школ разных районов Одессы и области. В таком международном исследовании Украина будет участвовать впервые. Это интересно и волнительно для всех. Это тест для старшеклассников, который показывает уровень их не столько знаний, сколько умений воплощать эти знания на практике. Мониторинг PISA проводят каждые три года, начиная с 2000-го. В последнем исследовании приняли участие 70 стран. Цель программы – не определить уровень академических знаний, а выяснить, могут ли дети применять их на практике. Это значит, что нам придется участвовать, честно конкурировать на международном уровне. И это только способствует росту потенциала нашей системы образования. Результат каждой страны в рейтинге PISA основывается на тестировании 15-летних школьников. Предметы математика, естественные науки и чтение. Ответственным за его проведение будет Украинский центр оценивания качества образования. Участие нашей страны в такой программе позволит специалистам объективно оценить состояние среднего образования, а политикам принимать обоснованные решения и внедрять правильные реформы. ПИЗа не просто даёт рейтинг стран, где лучше учатся. Так, ПИЗа также очень активно выучает, какие политики, какие решения, какие законы улучшают уровень света или улучшают. По решению Кабмина, первые результаты мониторинга ПИЗа в Украине мы получим уже в следующем году. Они станут проверкой и показателем для каждого учителя, школы и системы образования в целом. Юлия Фёдорова, Евгений Руденко, Седьмой канал. И на этом с новостями у нас пока всё. Мы продолжаем внимательно следить, чем живёт наш город и регион сегодня, в первый рабочий день недели. Всё самое важное. Соберём воедино и расскажем вам уже в 6 часов вечера. Не переключайтесь и будьте в курсе. Хорошего вам дня на Седьмом канале. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова